Пожалуйста, Меркачёва Ева Михайловна. Добрый день, уважаемый Владимир Владимирович. Этот год многим запомнился сообщениями о пытках. И не просто сообщениями, а страшными, шокирующими кадрами видео, которые облетел интернет. Члены СПЧ после этого обрехали несколько колоний, в том числе ту самую Саратовскую тюремную больницу, которая стала синонимом слова «пытки», и где вплоть до последнего момента занимались расчеловеченными. Мы получили массу свидетельств, собрали данные о разных способах пыток, и не только в Саратовской ОТБ, но и, например, в Кировской колонии. И мы проанализировали ситуацию, установив, что у пыток есть три основные причины. Первая – пытают людей с целью получения признаний, явок с повинной, свидетельских показаний по уголовным делам против других. Вторая причина – пытают, чтобы вымогать деньги. Третья – с целью ломки, устрашения и в наказание за жалобы, чтобы установить такой режим, когда люди беспрекословно подчиняются, и для них становится невозможным отстанивание их прав, прописанных в Конституции, которые им вообще даны по праву самого рождения. И раньше были сигналы о пытках из нескольких неблагополучных в этом плане регионов. Но слова заключенного или задержанного зачастую не стоят ничего. Ноль. На рассказы о пытках в той же Саратовской ОТБ никто не реагировал до получения видеосвидетельств. Даже когда все документировалось и дела возбуждались, обычно они заканчивались ничем. Лишь в единичных случаях, когда дело доходило до суда, на скамье подсудимых были только исполнители. И они получали условные сроки. Неотвратимость наказания – это единственный сдерживающий фактор. Должна быть наказана вся цепочка – пытавшие, давшие на то указания и прикрывавшие. То есть все, включая начальника следственного органа, руководителя ВС, СИЗО или колонии, прокурора и согласившегося с отказом в возбуждении уголовного дела следователя. В связи с этим прошу поддержать инициативу о внесении изменений в УК о появлении отдельной статьи пытки. Напомню, что есть конвенция ООН против пыток, которую Россия артифицировала. И, собственно, мы обязаны были такую статью внести. Но вот до сих пор ничего не произошло. Если мы это сделаем, я очень надеюсь, что каждый, кто будет применять пытки, будет понимать, что в его биографии будет строчка. Осужден за пытки, а не просто за злоупотребление должностными полномочиями. Прошу поручить, чтобы все дела о пытках расследовались с центральным аппаратом СК. Это очень важно, потому что если на уровне регионов такие дела пытаются расследовать, они обычно заканчиваются ничем. И пример тому будет Иркутская область, я о ней еще отдельно скажу. Прошу также усилить общественный контроль и прокурорский надзор. Замечу, что многие заключенные говорили только нам, членам президентского совета, и отказывались говорить это при ОНК, прокуратуре, потому что считали, что смысла не имеет. Доверяли только, повторюсь, членам президентской комиссии, как они называли. И в связи с этим выражу сожалению, что члены СПЧ не имеют права проверять учреждения без согласия в СИН, МВД, даже если мы получаем сообщение о пытках в них. И я прошу поручить членам СПЧ проверить в кратчайшие сроки все учреждения, которые известны как пыточные, и представить вам доклад. И поручить в СИН допустить членам СПЧ в эти как раз учреждения. И вот я просила отдельно все-таки вас обратить внимание на иркутские пытки. Дело в том, что уникальная ситуация создалась. Сейчас официально признанные потерпевшие по делам о пытках в Иркутске, они же проходят обвиняемыми в организации бунта. Но, наверное, что-то было не в порядке в этом тюремном королевстве, если людей, которые бунт подняли, их пытали. Наверное, может быть, и это было причиной того, что они дезорганизовывали. И если бы, кстати, неуполномоченная по правам человека Татьяна Мускалькова, я уверена, что и дела бы об этих пытках не были возбуждены. Они возбуждены, но практически не расследуются. До сих пор нет ни одного обвиняемого. Все начальники учреждений, которых называют как пыточные, на которых указывают осужденные, работают по-прежнему. Все активисты, которые конкретно исполняли поручения администрации, прекрасно себя чувствуют. Некоторые получили отличные характеристики из колоний и освободились условно-досрочно. Это вот как раз про неотвратимость. Хорошо, спасибо большое. Вопрос, безусловно, очень важный. И, конечно, я видел за тем, что происходит, за этой информацией, нужно внимательно с этим разобраться. И, конечно, следственный комитет как раз и проводит, центральный аппарат контролирует и проводит следствие предварительно по вопросам, которые стали известны и которые сейчас рассматриваются в рамках возможных возбуждённых уголовных дел. Но здесь, конечно, я с вами согласен, нужны системные меры, системные меры, которые вы ситуацию меняли. Но всё, что вы перечислили, безусловно, подлежит самому внимательному рассмотрению и после этого рассмотрения принятию. Хотел бы вас проинформировать, что, во-первых, Совет Федерации уже начал работу по вынесению изменений в законодательство, закрепляющих само понятие состава преступления в пытке. Такая работа идёт, и во всяком случае она в Совете Федерации поднята и над этим работают. Теперь, что касается других форм ограничения свободы, не только содержания подстражей, особенно на предварительном этапе, на этапе предварительного следствия. Конечно, Минюст будет поддержан и будет ускорена разработка проекта федерального закона апробации. Здесь совершенно очевидные вещи, в том числе и домашние аресты, и браслеты, о которых вы упомянули. Здесь всё должно и может быть использовано с точки зрения контроля за поведением человека, в отношении которого есть подозрения в том, что он совершил уголовное деяние. Но пока суд не пришёл к выводу о том, совершено оно или нет. Поэтому, конечно, засаживать человека за решётку в камеру часто совершенно неоправданно. И уверяю вас, я полностью с вами согласен. По поводу принудительных работ тоже считаю возможным расширить применение этого направления, связанного с исполнением наказания. Хочу отметить только, что такое поручение тоже уже дано правительству правительству. И правительством более того, утверждена концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации на период до 2030 года. И здесь как раз одним из её основных направлений является более широкое применение принудительных работ. Над всем этим отчасти уже работаем, отчасти после нашей с вами сегодняшней дискуссии. Работа будет усилена, и соответствующие поручения будут скорректированы. Вам спасибо большое. Безусловно, очень важная для всех нас тема. Вещи абсолютно недопустимые. Ну, чего там комментировать. Всё правильно вы говорите. Работать надо в моём направлении последовательно и добиваться нужных нам результатов. Спасибо.